Продолжение следует... ...в том, что сейчас в почтовых ящиках квартир наших домов, в большинстве из них, стали появляться сомнительного содержания листовки. Давайте, пожалуй, с этого и начнем. Развеем этот миф. Листовки с таким, в общем-то, страшным и многозначительным названием грабеж. И пишется в этих листовках пугающая информация о том, что буквально с 2013 года... ...всем молодым родителям придется платить в десятки раз больше за содержание своих детей в детских садах. Ну и еще там много-много информации. Если кто не видел, давайте, Алёна Петровна, покажите. Какие листовочки у нас? Она действительно существует. Мы ее не придумали, не напечатали. И, естественно, получив в руки эти листовки и прочитав, родители вряд ли обрадовались. Ну, я хотела бы прокомментировать уже после того, как мы эту листовочку отдали своему штатному сотруднику, юристу, для того, чтобы он изучил именно те доводы, которые приведены непосредственно авторами. Ну, в первую очередь, конечно, хочется обратить внимание на орфографию, пунктуацию и же с ними. Очень, конечно, прискорбно, что человек, призывающий к серьезным вопросам образования, так безграмотно пишет. Но это его личная как бы проблема. Мне хочется прокомментировать именно вопрос, связанный с оплатой. Дело в том, что здесь идет ссылка на закон, который не является на сегодняшний день противоречащим действующему законодательному акту. И оплата за детские сады является исключительно прерогативой органов местного самоуправления. Формируется она из тех затрат, которые несут местные власти, оказывая услугу дошкольного воспитания. То есть это и коммунальные услуги, и питание, и медицинские услуги. То есть весь тот набор необходимых для жизнедеятельности ребенка, услуг, которые предоставляются дошкольным учреждениям. И при этом никто не отменял постановление правительства о том, что эта сумма не может превышать 20% фактических затрат. Поэтому говорить о том, что с 1-го 13-го года января или 14-го, или какого-то другого, просто это несерьезно. Это жестоко по отношению к людям, будоражит действительно порой неспокойное наше воображение, поскольку с 1-го января всегда все повышается. Конечно, если будут повышаться коммунальные услуги, пропорционально повышаются и затраты. Но это не говорит о каких-то многократных суммах в разы, как здесь описывается. Кроме того, хочется сразу же сказать, конечно, у нас, наверное, уже принцип такой срабатывает, что повышение идет повсеместное коммунальных услуг, стоимости продуктов, питания, набора. Но вместе с тем не надо забывать и повышение заработных плат. Поэтому мне хочется сказать, что, конечно же, может быть, мы, как сказать, не всегда рады тому, что соотношение несколько иное. Но конкретно говорить о детских садах и о каком-то конкретном повышении, не то что преждевременно, а просто, я считаю, некрасиво. Потому что на самом деле это все не соответствует действительности. Кроме того, вот очень такой вопрос говорит о том, узаконятся очереди. Я вот никак не могу понять, что значит узаконятся очереди. То есть если очередь в детский сад существует, то она законна уже своим основанием, что мест нет, поэтому ведется учет. Учет конкретного ребенка, конкретное дошкольное учреждение и в целом по городу, по району. Поэтому говорить о том, что сейчас это что ли незаконно, опять как-то нелепо звучит, да? Говорится о том, что в муниципалитетах наступит монополия этой услуги. Но на самом деле в законе, основополагающем нашей Конституции, речь идет о том, что у нас как раз-таки не монополия дошкольного образования, у нас есть семейные формы образования, да? У нас есть частные детские сады, так что тут как бы противоречие опять же налицо. Ну то есть вот все эти вопросы, я думаю, что сейчас даем поручение нашей пресс-службе подготовить такой официальный ответ вот на этот призыв. И каждый из наших жителей района сможет ознакомиться прямо вот по каждому пункту, что соответствует какому закону и в связи с чем вот такая нелепая, я считаю, информация распространяется по городу и району. Ну все, уже одна фраза о том, что она нелепая, мы разъяснили нашим телезрителям, что не стоит обращать внимание на листовки подобного содержания. Но даже один ее внешний вид говорит о том, что это не является никаким либо официальным документом. Ну по сути это провокация какая-то, да, которая преследует. Да, безусловно, с губ сорвали провокации. И вместе с тем хочу сказать, что здесь опять же говорится о том, что этот закон образования нигде не обсуждается, это опять же неправда, поскольку только у нас на уровне министерства нашего, на уровне наших общественных советов, попечительских советов, регулярно мы раздавали анкеты, обсуждали. И было внесено вот нашим профсоюзом, возглавляемым в Клину Валентиной Викторовне Васильцовой, было поддержано обращение в адрес именно, так сказать, создателей этого закона, да, законотворчества такое. На 36 листах были наши, так сказать, вопросы, претензии, предложения по изменению в этом законе. Поэтому закон на самом деле обсуждался, но это, знаете, наверное, все-таки как широко известный в узких кругах вопрос, так и здесь. Поэтому на самом деле вопрос обсуждался и многие наши поправки были учтены. Ну а к вопросу стоимости детского сада мы еще вернемся по ходу прямого эфира.